МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги недели с Атекат Магомедовой. Я и мои коллеги расскажем вам о самых важных событиях уходящей недели. Около 3 миллионов рублей жители селения Ичичалиха Свердловского района за счет своих средств ремонтируют дороги. К чему приводят пренебрежение правилами дорожного движения относительно пассажиров младше 14 лет? Доводили до горожан сотрудники ДПС Махачкалы. Горный перевал. Такое название носит фильм, который снимают дагестанцы. О чем он, кто и где будет его снимать, и о чем говорит громкое название, узнаем в сегодня выпуске. В связи с увеличением детского травматизма на дорогах сотрудниками ДПС Республики были проведены мероприятия по профилактике перевозок детей без специальных удерживающих устройств. С нарушителями ПДД сотрудники общались на месте. Подробнее расскажет Абдул Алиев. Число ДТП с участием детей в Республике, к сожалению, не идет на спад. С начала года уже зафиксировано 44 случая, в которых два ребенка погибли и 45 получили травмы. За аналогичный период прошлого года эта цифра была почти в два раза меньше. И во многом эта печальная статистика связана не только с безграмотным вождением автолюбителей, но и с отсутствием специальных удерживающих устройств для детей. С 1 по 7 августа проходит у нас мероприятие, значит, ремень безопасности и автокресла, где, значит, инспекторами и сотрудниками ГИБДД у нас проводится, значит, определенная работа по профилактике, по выявлению правонарушений перевозящих детей без удерживающих устройств, а также непростегнутыми ремнями безопасности. Жесткий контроль соблюдения правил дорожного движения. Именно такой метод был выбран сотрудниками ДПС для повышения безопасности перевозок граждан на дорогах. При любом намеке на нарушение правил останавливали всех без исключения. Но дело обходилось не только выписанным штрафом. Стражи порядка в ходе разъяснительной беседы пытались довести до водителей, что лучше потратить деньги на кресло для детей, чем сожалеть об этом, когда будет уже поздно. В Киевске многие люди, то есть участники дорожного движения, передвигаются на своих транспортах. Без сидящих устройств, без непристемленных временем безопасности. Столько у нас было ДТП, то есть дорожно-транспортное происшествие по нашей республике Дагестан и по городу Махачкалы. Это по вине наших водителей. Потому что они перевозят своих детей без специальных устройств в средствах, то есть без автокресла. Как заявляют сотрудники ДПС, практика показывает, что при ДТП в автомобилях, где использовались специальные удерживающие устройства, водители и пассажиры не получали серьезных травм. Вот недавно буквально у нас в республике было ДТП, где столкнулись автомашины Калина с РАВ-4. И, естественно, в РАВ-4 все лица были пристегнуты ременами безопасности. Тем более дети, малолетние дети. Ну, как показывает практика, в этой машине ни один человек, даже царапины не было. Легким испугом отделались. В преддверии начала учебного года инспекторы по пропаганде ДПС республики намерены организовать профилактические мероприятия в общеобразовательных школах и детских садах, в рамках которых будут проводиться беседы и занятия с детьми и их родителями. Абдулла Алифь, Ибрагим Абдулаев, телеканал МНТ, Махачкала. В селении Ичичалиха Савертовского района активно ведется ремонт дорог за счет средств, собранных жителями села. За несколько дней уже заасфальтировано 4 улицы общей протяженностью около полутора километров. Все жители села уже изъявляют желание поучаствовать в общем благом деле и намерены благоустроить дороги на всех проезжих участках села. Жители Ичичали не стали ждать, пока кто-то решит проблему с дорогами в селе и взяли инициативу в свои руки. Идея собрать деньги на ремонт проезжей части у чичалинцев возникла в месяц Рамадан. Еще перед праздником Мурзабай Рамджама от села решил, что вместо того, чтобы тратить огромные деньги на праздничный стол, лучше сэкономить и направить их на нужное дело. Мы в основном начали асфальтировать улицы, начали с тех улиц, по которым больше всего пешеходов идут в сторону мечети. В сторону мечети, так как в пятничный день все старики, все молодежь села, в основном старики. Для них было очень трудно передвигаться по этим дорогам, было очень много ям. Они были пришедшие в негодность, поэтому решили, дороги, по которым основной поток населения идет в сторону мечети, решили устраивать сперва эти дороги. Каждый житель села Ичичали внес весомый вклад в ремонт дорог. Результат совместных усилий уже налицо. Трасса шириной в 15 метров и толщиной асфальта в 10 сантиметров готова теперь выдержать любые испытания. На всю работу послам жителей села ушло около 3 миллионов рублей. Изначально все говорили, о, мы не сможем, у нас деньги не хватит. Вот уже по своим улицам народная инициатива поднялась и собирают кое-как деньги. Находят. Кто скот дает, кто займы берут, отдают. Очень даже надеюсь, что в последующие годы тоже продолжат эту инициативу. Но проделанная работа, как утверждают ичичалинцы, это еще не предел. И уже в ближайшее время они планируют уложить асфальт на всех дорогах села. Абдулла Алиев, Ариф Назербеков, телеканал ННТ, Ичичали. Горная местность, известные личности. Молодые дагестанские кинематографисты планируют съемки короткометражного исторического фильма. Тизер на фильм ребята уже опубликовали. И, видя интерес и отклики людей, в скором времени намерены приступить к работе вплотную. Завершить съемки фильма телеком. Где они проходили, что хотят показать кинематографисты и какую историческую личность играет главный герой в сюжете Умы Ибрагимовой. Карин, вернись на исходную. Мы простим тебя. Тебе надо еще раз пробежать. Так, дубль за дублем, в Буйнакском районе проходили съемки тизера исторического короткометражного фильма «Горный перевал». Сейчас актерский состав изучает свои роли, учит слова. Ведь завершить работу ребята планируют в три недели. И в этот момент Горец ему придает надежды, типа, ты не один. И в этот же момент у него появляется улыбка на лице на мгновение. И сразу, бау, выстрел, он падает. Режиссер детально объясняет одному из главных героев тонкости актерского мастерства. Сценарист затронул историческую тему, а главный герой никто иной, как известный в Дагестане поэт Ильчи Казак. Я взял его за основу, взял его молодость, пока он не созрел, так сказать, чтобы писать такие стихи, которые он писал в дальнейшем, такие тяжелые. И я подумал, в какую ситуацию поместить этого персонажа, чтобы из него получился такой казак, который есть, который мы знаем. И плюс были исторические события. Махтибеков рассказывает, прежде всего, ему хочется показать богатую историю Кавказа. Для этого в фильме будет показан образ имама Шамиля. А для того, чтобы подчеркнуть дагестанский колорит, герои будут говорить на родном языке. Это, по словам режиссера, особенность его фильма. Представьте, аварец со своим акцентом говорит на русском. Это уже как бы не смотрится, это уже теряется в кино. И если они говорят, хорошо на аварском, пускай они говорят на аварском. Также и кумыки на кумыкском говорят, а русский на русском. Конечно, на своем. И плюс, когда, допустим, встречаются кумыки с аварцами, они разговаривают на кумыкском, потому что это был межнациональный язык тогда. Скалы, обрывы, ямы. Все это должен преодолеть один из главных героев фильма, Карим. Он в роли разведчика имамы Шамиля. Играть в этом фильме, актер признается, будет сложнее, чем в предыдущих короткометражках. Ведь в исторической работе важна каждая деталь. Но что главное, говорит Карим, некоторые кадры должны быть отсняты с первого дубля. В чем он убедился при съемках трейлера. Первое. Я прыгал с обрыва четыре раза, без дублера. В Галливуде нельзя так делать. Поругают. Потом делали грим, который я ненавижу. То есть раньше ты не делал грим? Делал, и этот грим я ненавижу, потому что все липнет. 7 месяцев на написании сценария, 3 года консультации с самыми разными историками. Ошибки недопустимы, говорят режиссер и продюсер фильма. Но при этом рассказывают, что только 50% фильма основано на реальных событиях. На документальность картина не претендует. Сегодня люди мало читают книги. Допустим, их не увлечешь этим чтением рассказов. То есть очень мало процентов людей сегодня читают книги. Но больше всего смотрят фильмы. Поэтому мы считаем, что через фильм мы сможем донести до людей информацию о наших славных предках. Кинематографисты настроены серьезно уже в ближайшее время, а именно в ноябре этого года начнутся съемки фильма. После ребята намерены отправить фильм на международный кинофестиваль, где он, по их мнению, получит достойную оценку. Ума Ибрагимова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Две медали высшего достоинства привезли дагестанские борцы вольного стиля соревнований в Финляндии. Там, в городе Тампере, проходило молодежное первенство мира. Минувшую ночь чемпионов встречали в махачкалинском аэропорту. Едва чемпиона успели спуститься с трапа, как оказались на руках у болельщиков, которые восторженно подкидывали их вверх. Несмотря на позднее время суток, разделить радость победы махачкалинца Абдулла Ахмедова и хасавиртовца Шамиля Мусаева прибыло несколько сотен человек. Каждый из них хотел лично поздравить борцов за воеванием самой престижной награды в юниорской возрастной категории. Все те ребята, которые становятся чемпионами мира по молодежи, это уже резерв сборной команды. Уже они члены сборной команды, которые имеют каждое право участвовать в Олимпийских играх. Раз он стал чемпионом мира по молодежи, это уже большое дело. Это запас, запас, как мы держим холодной, пресной воде. Вот такой же запас вольной борьбе. На импровизированном митинге выступали директора спортивных школ, родственники и личные тренеры спортсменов. Чемпионам желали новых побед, а главное не останавливаться на достигнутом. Уже совсем скоро борцам предстоит выступать среди взрослых. Начиная с сезона, Ахмеду Абдулла стал чемпионом Дагестана, был победным первым из КФО, потом выиграл Россию. И он шел к этой цели. Конечно, мы думали, что он должен стать чемпионом, и он оправдал свою надежду и надежду своих тренеров-наставников. Две золотые медали дагестанских вольников помогли сборной России стать второй в общекомандном зачете. Ума Ибрагимова, Курбан Рагимов, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. Это были наиболее значимые события этой недели. Увидимся через 7 дней. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова